Как вы оцениваете нынешний момент в Беларуси? Какое состояние общества? Состояние ужасное. Конечно, то, что происходит в Беларуси, это наша боль. Наша боль, потому что за три года, прошедшие так называемой Беларусской революции, репрессии только усиливаются. Если в августе 2020 года у нас было 300 политзаключенных, то сегодня их 1600. И уже часть выходит на свободу, но на их место садят других. И это все по делам именно как раз таки 2020 года. Плюс в Беларуси, вы сами знаете, вплоть до носки в цвет белорусского национального флага садят в тюрьму. Садят за комментарии, за репосты. В общем-то, Маланка Медиа тоже является экстремистским формированием в Беларуси. И, к сожалению, мы предупреждаем наших зрителей о том, чтобы они по возможности не делились нашими материалами в социальных сетях, потому что это уголовное ответственность в Беларуси. Но нас все равно смотрят, смотрят без подписки. Количество, в общем-то, зрителей растет. Но ситуация в Беларуси, конечно, это очень ужасная. Кроме всего этого, мы фактически, страна является страной-агрессором. С нашей стороны Лукашенко и Путин осуществили атаку на Украину. С нашей территории летели ракеты на украинские города, убивали людей. Путин в нашу страну привез ядерное оружие. В общем-то, то, что происходит сегодня в центре Европы, в Беларуси, это кошмаром, я по-другому назвать не могу. Вы упомянули, что уголовная ответственность тоже за употребление вашего канала. Кто-то пострадал реально от ваших зрителей? Я не могу сказать, пострадали или нет, потому что, в принципе, мы присутствуем во всех соцсетях, включая ТикТок, Инстаграм, Фейсбук и все остальное, если кто-то постил или делал перепосты наших материалов, это могло идти просто в какую-то довеску к этим уголовным делам. Потому что в Беларуси, в общем-то, сегодня продолжают просто арестовывать людей по фотографиям с протестов августа 2020 года. Но главный вопрос, который, наверное, очень многие задают вам тоже, что вот когда можно ожидать, как вы думаете, когда можно ожидать следующую волну сопротивления? Я думаю, что это произойдет после победы Украины. Никто не сомневается в том, что Украина победит, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир. Сегодня создана огромная антипутинская коалиция. И Лукашенко является таким же вассалом Кремля, как и Кадыров и все остальное. Я думаю, что исключительно после того, когда Украина победит, и в России начнется трансформация, изменение. Я, конечно, думаю, что это будет развал России, и лукашенковский режим, он не выстоит. Тем более, в Беларуси воюют уже сегодня очень много белорусских добровольцев, есть свои полки, батальоны. Ни у кого уже нет никаких сомнений, что власть Беларуси нужно сменять цветами или какими-то мирными шествиями, демонстрациями. Лукашенко показал свой звериный облик, и, в общем-то, никто уже с ним сегодня церемониться не станет. И наконец-то поняли об этом все, не только в Беларуси, но и наши, так сказать, друзья из Европы и Америки. То, что с террористами сегодня, в 21 веке, просто никто не торгуется, их уничтожают. — Ну, на чем стоит Ваш оптимистический прогноз насчет победы Украины, если мы видим, что Запад все-таки очень медленно помогал Украине, и Россия успела очень хорошо сделать свою оборону, научиться хорошо уже сопротивляться. Что будет дальше? На чем стоит Ваша уверенность в том, что Украина победит реально, и что удастся эту войну закончить? Мы уже видим то, что Россия не победит. Она не смогла за эти все годы сдвинуться никуда. Они были разбиты под Киевом, они были разбиты под Херсоном, они были разбиты под Харьковом. Сегодня этот фронт стоит на месте. Это говорит о том, что какая-то, а-ля, вторая армия мира, или какая-то, а-ля, одна из, будем говорить, геополитических центров мира, оказался просто пустым звуком. Да, сегодня, к сожалению, Украина не получает достаточного вооружения для того, чтобы закончить эту войну и выгнать в свои территории российских оккупантов. Но это не говорит о том, что Россия сегодня какая-то сильная, какая-то могучая, это просто пшик. Да, у них много людского ресурса, который бросают в мясорубку. Но понимание того, что Россия не способна выиграть эту войну, оккупировать всю Украину или даже удерживать вот эти территории, это уже, по-моему, сегодня очевидно. Вопрос, это вопрос времени, конечно, из-за того, что западная помощь приходит не в том размере и не вовремя, это все сказывается на количестве жертв украинских солдат, которые сражаются за свою землю. Но никаких шансов у России нет на победу, это факт. Есть какие-то мобилизованные, которые тысячами в день погибают в Украине на чужой земле ради какого-то престарелого идиота, который возобнил себя, я не знаю, богом на земле, снова пытается вернуть этот Советский Союз со своими имперскими замашками. Ну, я думаю, что шансов там нет. И вторая сторона этой всей истории, это то, что экономика России, она не выдержит долгой войны. Это тоже понятно. 57 стран, 57 ведущих стран мира, которые формируют экономику мировую, сегодня на стороне Украины. И я абсолютно нисколько не сомневаюсь, что если Путину дать какое-то время на перемирие, на какую-то передышку, то через лет 5-10 русские танки поедут в Ригу, поедут в Вильнюс. И это все понимают. Сегодня украинские солдаты и белорусские добровольцы, я знаю, там есть латыши, есть литовцы, там присутствуют практически граждане со всего мира. Они сегодня сражаются именно за безопасность Европы и всего цивилизованного мира. К сожалению, понимание Запада о том, что Путин — это наследие коммунистического прошлого КГБ и все то, что с этим связано, пришло слишком поздно. То, что в 21 веке с диктаторами нельзя было не вступать ни в какие-то договоренности, ни торговать, они понимают только силу. То, что сегодня происходит, это вот благодаря тому, что недальновидное было или вообще отсутствие какой-то политики в отношении России у Запада. Ну и все то же самое, можно сказать, в отношении Беларуси. Почему-то кто-то когда-то решил, что Беларусь — это зона влияния Москвы, хотя белорусы никогда не были русскими. Наша многовековая... Мы 500 лет жили в Великом княжестве Литовском, когда еще там, где Москва, там было болото. У нас уже было магдебургское право и конституция своя. И почему-то считают, что за время оккупации Российской империи и оккупации при Советском Союзе белорусы почему-то стали русскими, когда мы вообще никакого отношения этнически и генетически к ним не имеем. Нельзя ни в коем случае белорусов приравнивать к русским. Это даже внутренние опросы русские говорят о том, что 78% белорусов против войны и не поддерживают атаку России на независимую Украину. Какой ваш прогноз насчет, например, 2025 года? Лукашенко сможет опять сделать свои так называемые выборы? У меня этот вопрос вообще не должен волновать ни вас, ни меня. Беларусь оккупированная страна. 2020 год показал о том, что Лукашенко не является президентом. Это свидетельство, задокументированное, которое сейчас в открытом доступе, результаты нарушений Зубра и Экзитпола Голоса. Белорусы выбрали Светлану Тихановскую. Тихановская является нашим президентом и лидером. Лукашенко сегодня вооруженным путем удерживает власть в стране. Тем более Беларусь всеми уже наконец-то сейчас признана оккупированной Россией. У нас стоят российские базы. И то, о чем говорят пленные белорусы и русские, которые воевали на стороне России в Украине, они абсолютно раскрыли все карты о том, что если бы была бы победа в 2020 году белорусов, Россия бы ввела бы танки в Беларусь, как это сделали в Казахстане. Это было все отработано. Причем в Беларуси участвовали в избиении граждан и в разгоне мирных демонстраций именно сотрудники Росгвардии переодеты в форму белорусских ОМОНовцев. Точнее, там вообще без формы, без опознавательных знаков. Просто все в черном. В Беларуси физически нет такого количества силовых структур для того, чтобы можно было удержать то, что происходило в 2020 году. Потому что это не только Минск. Это было во всех городах. Почему я задала этот вопрос про 2025 год? Потому что если война затягивается еще в то время, то он будет делать что-нибудь опять в своем духе. А что он сейчас делает? Он делает то же самое, что делался в 26 лет. Это геноцид белорусского народа. Ничего не поменяется. Он точно так же. Это просто он нелегитимен. Все его указы, то, что он вытворяет, это все не имеет никакой юридической силы. Просто нужно понимать то, что Беларусь сегодня оккупирована. И Лукашенко это будет, или сменит Путин его на кого-то другого. Это без разницы. Он абсолютно фигура, которая может держаться только на российских деньгах и на российском оружии. Все. Вы сами думали о том, что вы ставите кулакомендару президента? Нет. У меня даже никогда мысли такой не было. Я считаю, что в Беларуси очень много достойных людей, которые сегодня как раз таки до сих пор находятся в тюрьмах, которые прошли этот путь. Я никогда не был политиком. Я всегда там занимался бизнесом, и я, в общем-то, хороший менеджер. Но президентских амбиций у меня никогда никаких не было. И не планируем. Расскажите сейчас про этот новый проект телевидения. Это как раз все началось именно в 2020 году. И этот проект вышел как раз таки из гражданского активизма. Мы с командой как раз и создали ту программу, ту инициативу, которая занималась наблюдением за выборами и собирали нарушения со всех участков. Рядом совместно с нашей коллегой создали другую программу. Это называлось «Голос», где происходил экзитпул. Благодаря тому, что в 21 веке сегодня у всех наличие смартфонов, мы получали огромное количество информации, как в реал тайме Лукашенко ворует голоса у избирателей, как фальсифицируют эти выборы. Мы работали как раз таки и создавали свою программу под кураторством ОБСЕ. Нашу работу в принципе оценили. И результаты нашей работы релевантны. Я повторюсь, они до сих пор в открытом доступе. И все, кто желает, может ознакомиться с этим. Ну и ноу-хау всей этой работы, это было то, что мы делали часовой выпуск с момента досрочного голосования. Часовой выпуск и показывали людям, что происходит реально в этой стране. У нас не было тогда своего канала, мы просто раздавали сигнал всем другим YouTube-каналам. Начиная от «Бабарыки», «Нехти», каналам «Лебедька» и дальнейшим. Кто хотел, тот брал. В общем-то у нас в лучшие дни, у нас смотрело 6 миллионов по всей Беларуси. И 9 числа, это в день голосования, когда все началось, когда люди вышли на улицу, мы были 18,5 часов в эфире. Это для команды, которая не имела никакого телевизионного опыта, это довольно-таки было сложно. Но я хочу сказать, что за все это время у нас не повторился ни один гость, у нас не было никаких сбоев. И только в тот момент, когда Лукашенко в Беларуси отключил интернет, и мы перестали получать какие-то видеоматериалы, фото из Беларуси, и мы поняли, что нас уже не видят, вот тогда мы только вышли из эфира. Ну а после этого, в общем-то, у меня не было никаких сомнений. Я знал, кто такой Лукашенко и что будет дальше. Я прекрасно понимал, что не будет ни одного независимого СМИ, не останется в Беларуси. И это как раз был период, когда нужно было создавать что-то новое. Что-то новое, именно то, чего никогда, во-первых, не было в Беларуси, и то, что будет необходимо в новой стране. Это гражданское телевидение. Вот так как есть громадское телевидение в Украине, Суспильное, М8 в Молдове, это инструмент контроля всех ветвей власти гражданским обществом. И вот этот труп програжданский, он просто необходим в нормальной демократической стране, чтобы люди могли имели свой голос, могли его доносить. Вот такой формат будущего телевидения мы решили строить. 22 октября 2020 года мы вышли первый раз с короткими новостями. Это были пятиминутные новости на русском языке. Это, в общем-то, было сделано сознательно, потому что большая часть, к сожалению, в Беларуси говорит на русском. Лукашенко и тут приложил свою руку уничтожение белорусской культуры, языка, который начался еще в 2017 году. Но мы захватили свою аудиторию. Сегодня у нас уже 4 канала. Это Маланка Медиа, Маланка Лайв, детский канал Маланка детям и женский канал «Женщина хочет». За этот период мы показали то, что мы можем работать и выпускать все форматы, которые сегодня присущи телевидению. К счастью, вот за 3 года все-таки есть уже понимание и на политическом уровне о том, что такое телевидение в Беларуси необходимо, оно должно быть. И, наверное, сейчас самое время как раз-таки готовиться и строить его. Строить его с нуля – это, в общем-то, будем говорить, такой опыт, которого не было ни у кого, чтобы строить телевидение белорусское в изгнании. Да, существует Белсад, но это часть общественного польского вещания, которое вещает на Беларусь. Это чисто польское государственное телевидение, но вещающее для Беларуси. Это как раз-таки совсем другая история. Здесь работают исключительно все белорусы, все, кто вынужденно покинул страну. Люди, которые прошли лукашенковские тюрьмы, репрессии, которые вынуждены были бежать вместе с семьями, с детьми. Сегодня работаю здесь и остались в профессии. И строят новое телевидение. Когда вы планируете запустить уже этот полномасштабный канал? Мы, в принципе, готовы это сделать хоть завтра. У нас не хватает для полного вещания утреннего шоу и вечернего шоу. Но я прекрасно понимаю, что этот процесс, он очень долгосрочный. И мы сегодня начали сотрудничество с BBC. Они как раз-таки занимались тем, что выстраивали все рабочие процессы и в Украине, и в Молдове. Это их кейс. И сегодня первая команда буквально, может быть, улетела две недели назад. Они сделали такой полный аудит. И я думаю, что после Нового года прилетят следующие. В общем-то, это только первые шаги. Я думаю, что к полноценному вещанию мы придем где-то через лет пять. Но сегодня мы уже готовы выходить на «Спутник». Совместно с «Еварадио» нам предложили репортёры «Без границ» поднять нашу сетку на «Хотбёрд». Так что я думаю, что в следующем году, в январе, мы уже будем вещать. Я надеюсь, что мы уже оформим все остальные бумаги недостающие, составим сетку вещаний и начнем вещать. Потому что у нас, кроме новостей и новостей регионов, существует еще целый полностью весь цикл. Там и аналитика, и новости, и развлекательный контент, документальные фильмы, лайв-концерты, которые мы и транслируем, и делаем в записи. Ток-шоу, в общем-то, у нас даже нашего сегодняшнего контента, в принципе, достаточно для того, чтобы 12-часовое вещание создать. Оно будет 12 часов? Пока 12, но я думаю, что потом мы сделаем на 24. Все зависит от того, как мы выстроим саму сетку. Помимо всех других этих организационных вопросов, делая такой проект, как вы говорите, уникально, действительно, за рубежом сделать телевидение, которое будет общественное для вашего государства. Но как сделать так, чтобы было финансирование нормальное, где вы можете взять деньги на это все? Я прекрасно понимаю, что это, в общем-то, дорогое удовольствие. И как раз очень важно, чтобы пока мы не в Беларуси, не внутри страны, и не можем зарабатывать на рекламе, как обычное телевидение, выпуская какой-то коммерческий контент, то сегодня мы рассчитываем на помощь как Госдепартамента Соединенных Штатов, так и Еврокомиссии. Это не сильно большие деньги для этих двух структур, но это реально сможет внести огромный вклад в развитие демократии в стране. И самое главное, чтобы больше никогда в жизни на территории Беларуси не происходили такие события, которые происходят сегодня. Чтобы никогда больше не повторился лукашизм, путинизм, этот весь ужас фашистский, который продолжается и по сей день в центре Европы, в 20 километрах от того места, где мы находимся. Помимо этих денег, что вы говорите, я поняла, что это не дает 100%, а в другой части где вы будете брать? Я думаю, что это как раз там будет достаточно. Если будет этот консорциум из двух доноров европейских и американских, и будет принято политическое решение до конца, когда мы пройдем как раз все стадии с нашими менторами из BBC, то я думаю, что это будет достаточно. Это все равно все понимают, что это не в один прекрасный день. Это шаг за шагом. Как вот мы шли к сегодняшнему дню, Маланке, все эти три года, не раздувая бюджеты, запуская программу за программой, следя за тем, что сегодня важно для беларусов, какие темы их сегодня волнуют, улучшая наш контент, работая с беларусами внутри страны, это все не делается вот в один прекрасный момент. Насчет названия еще. Вы сами сказали, что как бы не очень хорошее название, но вы придумали уже? Ну вот пока еще нет у нас названия. Я думаю, что если в моем видении концепция общественного вещания, она должна состоять не только из контента, который делает Маланка. Очень много сегодня креативных людей, которые разбросаны по всему ближайшему зарубежью, это и в Польше, и в Грузии. Люди, которые покинули телевидение, которые сегодня работают успешно в Ютьюбе, выпускают свои контенты. Я думаю, что будущий этот проект, он будет как сборный, как конструктор, собираться из разных продуктов, которые делают тоже беларусы какие-то инициативы. Да, они будут работать и будут создаваться под определенные телевизионные требования, по качеству, по картинке, по звуку. Но очень бы хотелось, чтобы разные творческие группы беларусов создавали вместе с нами вот именно контент для будущего телевидения белорусского. Название – это вопрос тоже обсуждаемый, потому что точно так же, как и название Маланка, это молния на белорусском языке, это был вопрос голосования нашего творческого коллектива. Было предложено несколько названий, но вот большинство проголосовало за это название, вот потому сегодня Маланка существует. так как мы острые, быстрые, как молния, своими новостями. Я думаю, что название будущего проекта будет, наверное, еще более широкое обсуждение. Вот. Так что с названием пока я бы тоже пока не торопился. Я считаю, что это вопрос общественной дискуссии. Как насчет пожертвований для телевидения? Тоже это вы, ну, такая возможность тоже будет или нет? Ну, я думаю, что когда мы начнем заниматься полноценной хозяйственной деятельностью, то, в общем-то, все варианты мы будем использовать. Понятно, что пожертвований не хватит телевидения. Это очень дорогое удовольствие. И в любой стране какую-то часть обязательно финансирует государство. Вот. Часть идет там коммерческие проекты, но в бюджете любого государства нормального заложено траты на телевидение. К сожалению, в Беларуси никогда не было ничего подобного, кроме пропагандистской этой машины, лукашенковской. И в Беларуси, к сожалению, никогда не было, в отличие от Украины, например, телевизионной экосистемы, да, рынка телевизионного. Потому что все было именно государственное, все было подконтрольное, все было пропагандой. Если где-то не успевал Лукашенко со своими нарративами, тут же вступали русские нарративы. И сегодня эта история продолжается. Сегодня засилье просто российского контента пропагандистского на беларусском телевидении. И это, в общем-то, конечно, продолжает промывать мозги беларусам. Спасибо вам за интервью.